всем привет даже дорогие зрители подписчик канала как говорится в грузии габар джоба мы пока в грузии мы сегодня вместе с вами будем заезжать в россию матушку мы в полном в наиполнейшем даже составе ребятки сейчас я вам сделаю вставку куда мы заселились где мы сегодня ночевали это невероятно и очень красиво ребятки с вас как всегда максимальная поддержка лайкосики комментарии репостики погнали в новом выпуске думаю что огромная часть нашей аудитории ждала когда же мы приедем в россию когда же мы приедем к родителям когда же мы будем путешествовать по нашим местам все это будет в новых выпусков ребята погнали сегодня еще посмотрим грузию и будем отправляться в россию нас ждет сегодня первая ночевка в россии погнали это как будто водопады такие да такие серые полоски но вот это мы заехали ребята смотрите здорово а это наша новая собака это малыш ему год вот исполнился да пёс моя голова его так-так-так-так не ешь меня ешь меня собака и 3 ребята это ваша терраса бам-бам-балэла невероятная вообще вопрос по стритке здесь виды это четырехтысячники это вот эти прекрасные рыжие горы вот солнце там поэтому со свет так не передастся но у нас погода прекрасная и все горы открывается красиво машина возле флага а вот здесь вот короче здесь 4 домика 4 домика мы вчера вечером заехали я сейчас расскажу историю про наш домик это вот вообще грузинское гостеприимство таких людей мне кажется осталось мало но они есть этот ксюша выглядывает здесь вид на казбек о бам-бам-бам и он тут виден или закрылся в не вершина и на что нифига себе посмотрите пяти тысячник вот это да вот но вот это вот церковь будет экскурсию возят сам бат сюда хочет сам доехать на своей машине красота короче у нас терраса гамак прекраснейший вид вы уже поняли да просто я не знаю твал башки и обзорчик домика здесь диванчик стоит небольшой вот вешалочка такие картины есть кухня раковина посуда есть холодильник есть вторая комната как где-то тут свет включается вот здесь тоже одна кровать окошко ну и собственно шкаф и обогреватели это было важно когда мы вчера заезжали здесь туалет и душ ничего особенного говорится а история была следующая мы короче ехали ксюша забронировали сама там себе домик вот этот соседний прикиньте мы едем мы короче так устали от этой дороги посмотрите предыдущий выпуск никогда так не делайте и в итоге мы такие давайте мы с вами доедем если есть еще один домик свободный мы сделаем ну с вами вместе заселимся в итоге прикиньте мы приехали уже в степан с ним ну блин никак не могу выговорить деревню пишем ему он говорит еще один домик есть но типа он не убран и постель надо вселить заново короче ваши друзья могут пожить бесплатно и прикиньте мы реально приезжаем он горит не надо денег вот типа здесь не мыли полы еще а тут чисто заезжайте вот вам постель типа сами тогда заправьте ну и мы такие грим бесплатно как-то еще неудобно жить моему итоге ну часть дали от суммы там типа домик стоит 120 лари мы ему дали что-то лари 40 это так вот он говорит мне типа неудобно брать деньги я говорю нам неудобно бесплатно жить то как так он говорит все ночуйте и вот мы остались здесь на ночевку представляете какой вот гостеприимство ну и вот эти вот виды такие в подарок нам прилетели это невероятно в том году чуть больше года назад могу здесь и прям ночевали прям вот тут просыпались нам тогда не показался козбек но в этом году мы его хотя бы увидели это супер аж еще приехали на эту площадь чтобы покушать здесь короче кафешки рестораны собаки ходят вот кто как одет кто-то уже шапку нацепил а кто-то до сих пор шорт вот так вот потому что мы сейчас отсюда выйдем будет жарко правильно правильно пока еду по парковке немного шок поймал от цен по заходили мы в кафешке вот тут рейстик шведский стол стоит 140 140 лари на человека умножайте на 37 зашли короче еще одно кафе качапури лодочкой 22 лари тоже на 37 умножайте кофе 10 лари по моему короче вообще просто вот бургер 25 лари вот кафешки цены просто космос нет цена может быть и нормальный но для нас это просто трындец курс такой ужас смотрю я на эту фоточку и тут насенка говорит это оказывается наша еще одна совместная страна вместе представляете получается в армении вместе в грузии вместе в турции вместе а в беларуси мы так и не увиделись потому что кое-кто накосячил и рожал урожал беларусь короче все еще путешествие берут запланировать решено на завтрак у нас омлеты просто зале омлеты и копеек и топ-2 и поедем на гору до сама будем там бесплатно кофе пить от славяна молока нет всего надо молоко купить все мы сейчас будем отправляться а я вам хочу показать такой некий некий плагиат смотрите ребята короче подъехали на вести у них такой же бокс и такая же труба течение маленькие трубы их две штуки прикольно да мне кажется что это точно наши зрители они еще так сфотались возле нашей машины селфи так сделали короче если вы нас смотрите вам огромный привет вот представляете в кафе мы отдали вот за сколько 7 омлетов и 2 кофе 7 400 прикиньте а 2 500 хочу сказать о господи зачем прикольно мы отправляемся вон на ту верхушку где церковь поедем по дороге здесь короче оказывается раньше вот все эти делики возили их здесь очень много потому что дорога там трындец просто ну как говорят на обычной машине ты не заедешь именно поэтому у всех делики а сейчас вот где мы ночевали нам хозяин этих домиков сказал что горит сейчас открыли новую дорогу на любой машине можно доехать она прям шикарная игру в люди остались без работы сразу присмотреть какие виды просто нереальная какая красота здесь короче невозможно отключать камеру мы вот забираемся да здесь каждый как сантиметр он такой потрясающий то осень вот это мы по моему впервые вот так вот катаемся чтобы осенью да это все по делу посмотреть вообще вот они делики ездят но теперь по нормальной дороге просто я не знаю швейцария ха-ха-ха офигеть да осень прям потрясающе вообще миллион миллион красок в этой листве класс но мы сейчас заедем туда и я запущу дрон я хотел за машиной прицепиться но здесь прям опасно потому что резкие перепады дрон тебя потеряет хоть врежется деревья плюс горы не хочу рисковать поэтому просто сейчас запустим с вершины вот сейчас будет вид открываться смотрите вот это вообще бомбезна мы приехали да слушайте но я не знаю реально этаж мурашки по коже как здесь красиво какая же красивая страна вон там вот стоят ребята они с палатками прямо останавливаются вот парковку вот здесь можно спокойненько ночевать на автодоме но видите мы решили остановиться в домике сейчас поднимемся на эту гору а позже запустим уже дрон когда пойдем пить кофе в красивое местечко будем сами готовить да пойдемте мы начинаем восхождение соба согласись двух словах даже не опишу эту красоту это надо видеть дай хренеть просто охренеть рельеф вот там один слева другу а это разные горды и вот эти вот полосы серый видимо когда до кто есть снега по ним стегает у уху невероятно сейчас на самый верх идем вроде там уже все покорил вот это да Ху-ху! Ага, вон Ксюшка уже туда спустилась. Кайф, а? Офигеть! Вау, Мироша, да? Видал? Мироша, тебе нравится? Обалдеть! Слушайте, это нереально шеет. Вау, Мироша, да? Вау, Мироша, да? Вау, Мироша, да? Посмотрите, какой кайф. Нету ни-ко-го. Все разошлись. Представьте? Невероятно, друзья мои. Нет, я стою здесь, я буду здесь жить. Очень сложный подъем. Ну и та самая горная осень, все цвета. Класс! Ну и, конечно, расстраивают вот такие вот таблички. Тара-тара-там. Да. Видать здесь нельзя. Да. Ну и здесь вот еще смотровые. Да, только ради этой дороги стоит в Грузию заехать. Это целый трип. Вау! Вау, Мироша, да? Выслуштивые эмоции. Эмоции ребенка. Когда он туда пишет, они ничего не понимают. Ага. Вот здесь можно было переночевать. Посмотрите, как мы припарковались. Шикс. Вот самбат подъезжает. Вот чья-то палаточка стоит. Смотрите, как круто. Здесь вот шашлыки жарят. Кестры разводят. И все это с прекрасным видом. Вообще. А мы сюда приехали для того, чтобы попить просто кофеек. Заехали, купили дорогущее грузинское молоко. С этой с половиной лари. Вот так вот все у нас вывалилось. Красава вообще. Ну что, друзья мои, давайте за совместное очередное путешествие из новых совместных стран. Ура! Урау! Ура. Урау! 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 А на пустыне на пушке. Урау! 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 российскую границу что нас ждет не понятно потому что мы очень сильно соскучились больше года нас не было в россии соскучились по нашей идее соскучились по нашим ценам вообще за нашей атмосферой мы очень сильно соскучились поэтому сейчас будут наверное максимально крутые эмоции уехал и уехал и вот это все сейчас будет а двигаемся двигаемся здесь короче снизу река которой нету а просто высохла едем прям получать здесь дорога шикарная как в принципе была вообще вся грузинская дорога военно-грузинская блин требует просто отдельного путешествия прям треволита на ней несколько дней можно офигенная парить какие отвесы ой 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 обвалы не ну здесь уже не такие балки как мы вчера ездили здесь уже все равно дорога такая офигеть мы подъезжаем к грузинской границе вон видны уже флаги здесь он куча куча фур и будем проходить границу но все он мы на грузинской границе ребятки увидимся в россии россия встретила с великолепной погодой на дворе а вот сейчас пишет 20 но она пока проходили писала 27 градусов мы отлично прошли две границы единственно что на российской идет реконструкция не там долго вообще сложности на две границы у нас ушел час но в принципе я считаю что недолго все друзья мы выехали из нижнего ларса посмотрите там владикавказ какие там тучи и походу там будет дождь река белая по моему так она называется мы здесь как говорится на родине у впереди как будто конец света посмотрите какие там облака какие там тучи синие они так низко неужели нам туда скорее всего да первым делом сразу заезжаем на заправку здесь дизельное топливо какого-то нет а какой-то стоит 67 когда мы уезжали в это долгое путешествие дизель стоил по моему 56 сейчас 67 то есть на 10 рублей до подорожал ну это очень дешево мы последний раз заправлялись по 145 это все равно не дешевая заправка конечно после армении грузит очень дешево совместно когда личными в этой заправке можно заправляться да и она какая-то не такая но поехали на другого ехать да у меня хватит мне тоже хватит так что поехали едем дальше у нас самый крутой путешественник это мирошка он один год прожил в россии один год прожил за границей прикиньте как классно растет самый маленький поищи и как прекрасен кавказ ну слушайте это вообще это другая планета посмотрите как облака двигают скую скорость это не будет не тайм-лапс ничего это просто так быстро анима а вот там справа конец света друзья ну конечно же я же машину помыл естественно заезжаем в дождь да ребята вот это нас сочные выпуски ждут по кавказу мы решили проехать максимум кавказ и это как раз новый сезон это первая серия мы сегодня уже будем искать ночевочку где бы нам остановиться с красивым видом короче болен осень на кавказе как мы давно мечтали это сделать и наконец-то исполняем свою мечту вместе с вами так что поддерживаете ребятки короче значит первое хочу сказать то что ты едешь приграничных деревнях вот здесь у нас и они так-то прикольные вот теперь есть чем сравнить и мы прям едем такие вау но еще конечно то что горы кавказ это вообще другая планета так как уже говорил ранее здесь вот прям здорово согласитесь со мной даем привет владикавказ и заехали кстати здесь конца света нету просто пасмурная погода очень папа на чем мы видим это метро а чё разве они не ушли остались я думал они тоже ушли прикольно вот этот кадр гораздо красивее было кавказ и наш флаг прикольно ладно сейчас наверное на эту заправимся на роснефть заедем надеюсь там будет дизелек потому что на юг какие-то проблемы с дизелем вообще странная история поймет меня только тот кто ездил в какую турцию грузию дизель всего лишь 63 рубля как же это дешево полный бак просто сейчас были ну вот надо было выбрать обязательно кабиночку где вообще нет шлангов так только я могу сделать то заправка была не роснефть просто желтая доехать ли до роснефти она здесь прям рядом 59 30 здесь дизель но самое главное чтобы он действительно был это прям важно ребятки это чудеса просто полный бак 59 30 сейчас заправится полный оса массы тоже полный заливает я покажу цену но я хочу сказать что мы полный бак уже не заправляли но по моему как из россии уехали так и не заправляли представляете потому что до хрена последний раз мы заливали по моему на 8000 и у нас вышел это не полный здесь я думаю тысяч 5 час выйдет это какие-то чудеса даже 5000 нету 83 литра но еще там у меня было где-то литров 7-8 наверно можно же действовать и прикиньте китака даже нету самбат это чудеса эти отвечают ребята меня не отпускает полный бак просто невероятно вот я отвечаю вот поймет только тот кто где-то год или два путешествовали потом приезжаешь как говорится на родину этого нифига себе все же я полный бак заправила тени куфры мухры да маленькая все вы сейчас поедете короче на этом наше путешествие с друзьями заканчивается ставим его на паузу потому что следующее путешествие мы уже запланировали в беларусь правильно совсем скоро случится но после кавказа однозначно правильно все садитесь пока так что вот но зато в этом году у нас с вами три совместных страны до за в этом году за полгода у нас три совместных страны вот так вот надо путешествовать дай все все пока еще пока стоим на заправке решаем куда нам отправиться значит покушать ночь хотим осетинские пироги подключили себе тарифы блин 1000 рублей на месяц полный безлимит звонки гигабайты это конечно очень круто я напомню что в турции это все дело стоило 4000 рублей по моему короче очень дорого в армении подешевле но тоже до хрена в грузии подешевле но тоже до хрена в общем мы распрощались и снова встретились вы знаете чем мы тут подумали как можно побывать в осетии до заехать в осетию и уехать отсюда не поев осетинские пироги и поэтому мы заехали сейчас чуть купим мясо какой смысле осетинский пирог с мясом дай не кстати с мясом не понравились лучше с картошкой сыром а вот насенки с мясом понравились но мы короче когда ехали тогда в дагестан еще мы прям в деревне в глухой деревне брали дом тупо не осетинские пироги не прям просто стоят домики и женщина пеклет короче это лучше на самом деле я так понимаю на потоке я зашел здесь в это кафешку сотрите цены вы смотрите цены 250 рублей прям она большая достаточно 250 рублей целая сыром а с мясом с картошкой 210 с листьями какими-то там 270 с капустой 200 футчин это походу вот видимо мясо 550 блин офигенные цены мы в шоке все ребятки уезжают в добрый путь в смоленск увидимся где там нам короче приготовили всю эту штуку у нас вышло представляете 4 осетинских пирога и два магнита мы взяли на стриме разыграем большую этот грузинский короче лимонад и все это вышло на 1400 рублей короче пока невероятно крутые цены и прям душа радуется и никаких комиссий короче решили мы прям кушать здесь пока горячая пока горячая никуда не ездят торопятся а мы не торопимся ой они настолько сочные просто они то что они они я уже все я от голода умираю пока дождешься не знаю конечно это вообще просто невероятная штука а вот горячие только спичи видишь что творится не знаю конечно это вообще просто невероятная штука да мы ей дали немножко отстояться чтобы сок впитался она огромная у нас это все равно немножко вот бульон он вытек вон в пакете весь в общем друзья мои если вы будете в этих краях обязательно заедьте и отведайте осетинских пирогов мы вот в это место обязательно отметим где-нибудь например в нашем телеграм канале мы оставим локацию на это место так что подписывайтесь на наш телегу обязательно вот и чё хочу сказать сейчас мы едем очень и очень грустное место а потом поедем искать ночевку очень красивое место так что не переключаемся ну еще огромный плюс друзьям и это радио для ля-ля-ля мне на самом деле за границы это прям тоже не хватает просто хочется просто включить чтобы она болякала а ты включаешь и включается вещь какая-то фигня непонятная вот но по крайней мере непривычно твоим ушам вот здесь такое родненькое я думаю ребятки догадались вы в какое место мы приехали по названию города бислан где произошла жуткая просто трагедия которая я не знаю даже они даже очень сложно говорить потому что это это не очень нет слов короче мы приехали в ту школу где 1 сентября я правда не помню какого года мы тогда были в принципе маленькие 1 сентября террористы захватили эту школу взяли в заложники огромное количество детей и было очень много жертв говорю мурашки по коже давайте я покажу как это все выглядит мы здесь вообще впервые никогда не были и всегда как-то но не было рвение что ли сюда ехать потому что это место оно очень тяжелое и сюда не каждый сможет приехать на самом деле потому что тяжело очень тяжело но сейчас как-то вот мы набрались себе сил и решили заехать тем более у нас самих уже дети темка он школьник второй класс вот и конечно сходим положим игрушку туда вот вот ребята та самая школа кто захочется приехать на машине есть большая парковка места хватит всем я здесь не знаю но скорее всего вот церковь это новую построили до чтобы люди могли прийти свечки поставить помолиться вот сама школа здесь уже вставлены значит пластиковые окна видимо с какой-то целью вставляют я не знаю возможно реставрируют как бы не местный не знаю кто местные смотрят напишите пожалуйста за ней получается находится тот самый роковой спортзал там и сделали мемориал давайте пройдемся да и вот тот самый спортзал сделали такой мемориал сюда видите приносят венки не я так понимаю это вот в этом году приносили они прям свежие я не могу здесь приносят воду точнее бутылки даем из-под воды потому что многие от жажды просто умирали очень быстро мы с вами разовоз карелия все свежие свежие выход это вот тот самый спортзал ну 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 Положим, да, ну все, положим, в стенах верстят пуль. Спасибо, у нас есть такой ангелок, он проехал с нами огромное количество километров, хочется его деткам оставить. Ну а здесь уже имена всех погибших. И читаешь вот этот мемориал, и просто здесь семьи, вот Царахов, Царахов. Вот тут вообще просто, как я понимаю, просто три брата и родитель ценой вообще. И вот просто на каждой плите, вот, например, Туаева 88, Туаева 92, Туаева 35, Туаева... Заехали мы в Кабардино-Балкарию, блин, короче, вот эти вот республики интересные. Заезжаешь как будто бы в другую страну просто. Место стоянки еще не нашли, где будем ночевать, но, по крайней мере, вот нашли автомойку, где есть в доступе вода. Поэтому мы сейчас быстренько наберем баки, если у нас получится, мы еще и сольемся. Ну, большое дело сделали. Едем дальше. Да, ребята, опять допущена максимальная ошибка. Уже темно, 18.21, на Кавказе темнеет очень рано, а мы до сих пор не нашли ночлег. Вот так вот. Ребятки, на ночь глядя мы заселились в квартиру. На самом деле мы посмотрели наше любимое приложение «Суточно Ру», и вы знаете, ценники оказались кайфовые. Вот эту квартиру мы сняли по цене в следующем выпуске. Скажу, сделаю рум-тур, потому что, мне кажется, два рум-тура за один выпуск, это что-то будет многовато. Так что, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, продолжаем путешествовать по Кавказу. В следующем выпуске будет очень интересно. Не буду спалерить, что будет, но это будет, естественно, Кавказ. Поддерживать нас сейчас это очень и очень важно. Я буду с вами прощаться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok